Коллеги, мы переходим к следующему нашему разделу, это о СОИ. Поговорим о СОИ. Я хочу пригласить наших двух спикеров, это Алексей Санаров и Павел Мигулев. Соответственно, их выступление будет посвящено проблематике СОИ. Алексей у нас ведущий эксперт по Алтайскому краю. Соответственно, он, так сказать, от земли знает, что происходит на полях непосредственно, да, бывает на полях. И он осветит именно ту проблематику, с которой сельхозпроизводитель сталкивается в сибирском регионе, сталкивается с проблемами на СОИ. И, соответственно, Павел Мигулев даст то решение, которое дает компания Сингента для того, чтобы остановить инфекцию в самом начале, да, так сказать, создать хорошую платформу для дальнейших условий роста и защиты СОИ. Коллеги, пожалуйста, вам слово. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Мое выступление будет посвящено наиболее актуальным вызовам, с которыми сталкиваются аграрии региона при выращивании СОИ. Что же такое СОИ в Алтайском крае? Регион является лидером по посевным площадям в Западной Сибири. Вообще серьезно заниматься выращиванием СОИ на Алтае начали с 90-х годов прошлого столетия с появлением сорта алтайской селекции Алтом. Динамика увеличения площадей посевов СОИ в регионе четко прослеживается по годам. Видно, что с 2016 по 2020 год посевные площади увеличились практически в 5 раз. Это, наверное, говорит о том, что СОИ как объект для выращивания аграриев вызывает особый интерес. В списке сортов, высиненных на территории края, в 2020 году 29 позиций. ТОП-8 составляют сорта, представленные в таблице. Сорта «Золотистая» и «Алтом» высевались в этом году практически на трети посевных площадей. Выращенный урожай СОИ в основном используется по представленным направлениям. Основная масса зерна, конечно же, реализуется в виде товарной продукции. Также соевые бобы используются для улучшения кормовой базы для животноводства, в частности для приготовления комбикормов, сбалансированных по белку и жиру. Ряд хозяйств освоил технологию приготовления соевого молока. Оно используется при выпойке телятам, что позволяет перенаправить больший объем натурального молока для производства сыров, масла и других кисломолочных продуктов. Помимо этого, ряд хозяйств с передовыми технологиями выращивания занимается производством семян для их дальнейшей реализации другим аграриям. Соя с точки зрения технологии выращивания является сложной культурой. Многих технологических ошибок она не прощает и при этом сильно снижает урожайность. Наверное, главной проблемой при выращивании сои для наших аграриях становятся сорные растения. Эта культура очень требовательна к частоте посевов. При высокой степени засоренности посева снижение урожайности может достигать 50% и выше. Злостными засорителями соевых полей являются такие сорняки, как виды асотов, бодики, юнок, полевой марь, белая, виды щелицы и многие другие виды однолетних злаковых сорняков. Основными гербицидами, используемыми на посевах сои в регионе, являются гербициды медозаленоновой группы. В хозяйствах, где сою выращивают уже давно и в структуре ее много, стали появляться популяции многолетних широколистных сорняков, бодики, асоты, в юнок, полевой, снижающих чувствительность к медозаленонам. Многие хозяйства, имея в структуре большие площади под соей и подсолнечником, вынуждены держать их в одном севообороте. Вообще это не очень хорошо. Помимо общих болезней, таких как слеротиния, здесь появляется проблема падалицы подсолнечника в соевых посевах, которая превращается в серьезную головную боль для агронома. Также проблемы в засушливые годы создает вторая волна злаковых сорняков. Очень часто после применения гербицидов мы наблюдаем фитотоксичность на культуре. Это происходит при нарушении регламентов внесения гербицидов. Основные нарушения – это высокая температура во время их цветения, завышенная доза препарата, низкий расход рабочей жидкости, фаза развития культуры не соответствует для внесения препарата. Также такие нарушения ведут к серьезному снижению урожайности сои. Растения очень долго находятся в состоянии стресса. Иногда отмечается даже гибель посевов. Также иногда отмечаются химические ожоги, отнесение удобрений фолиарные и разбрасыванием. Очень похоже на проявление болезни, а по факту ожог высококонцентрированным активным веществом. Соя очень требовательна к содержанию элементов питания в почве. Их недостаток приводит к задержке развития растений и их угнетению. Следует отметить, что недостаток элементов питания – это болезни неинфекционной природы. И в этом случае средства защиты растений будут бессильны. Избежать такого можно, только сбалансировав питание культуры. Все вышеперечисленные факты приводят к сильному ослаблению иммунитета растений. А на ослабленных растениях очень быстро начинают развиваться патогенные микроорганизмы. Например, такие, как фитопатогенные бактерии. Бактериозы – это, наверное, одна из самых труднодиагностируемых и не поддающихся практически никакому лечению болезни. При пифататийном развитии бактериозы могут снижать урожайность сои до 25-30%. От того, какой вид бактерии поражает посевы, симптоматика может отличаться. Распространению бактериозов в посевах способствует дождливая погода, ветрено, нарушение технологий выращивания сои и насекомые вредители, такие как клеи, цикадки, клещи. Симптоматика бактериозов зачастую может путаться, диагностироваться неверно и путаться с проявлениями, поражениями фитопатогенными грибами. Поэтому следует тут отметить, что важным диагностическим признаком при диагностике всех бактериальных болезней является наличие бактериальной экссудаты, которая проявляется во влажных условиях. Главным источником инфекции для бактериозов являются семена. Поэтому, когда семена даются на фитоэкспертизу, на фитоэкспертизе семена выглядят именно вот так. Гибель сходов от бактериозов может быть в районе 70%, поэтому очень важно выращивать здоровый пассивной материал. На самом деле, в данное время существует средств защиты растений, которые могут высокоэффективно противостоять бактериозам. Так как основной источник инфекции – это семена, все меры должны быть, и вся тактика борьбы с бактериозами должна быть направлена на повышение иммунитета растений и агротехнических мероприятиях, нацеленных на получение здоровых семян. Из химических мер можно выделить борьбу с насекомыми-переносчиками инфекций с помощью инсектицидов. Еще одной очень серьезной проблемой на сои является фузариоз. Он вызывается комплексом грибов из рода фузариум. Наиболее распространенными видами являются фузариум оксиспорум и фузариум соляний. Встречается несколько типов проявления фузариозов. Источником инфекции служат прежде всего зараженная почва и неубранные остатки зараженных растений. Семена здесь являются лишь важным, но лишь дополнительным фактором передачи инфекций. Поэтому говоря о фузариозах, мы прежде всего должны делать акцент на здоровье почвы. Фузариоз соя особенно опасен на стадии исходов и может уничтожить от 20 до и выше процентов урожая. Вообще спектр болезней сои, передающихся семенами, очень широк. Через семена передаются возбудители таких болезней, как циркоспороз, пероноспороз, белая и серая гнилия, аскохитоз. Очень хорошо на семенах сои чувствуют себя представители плесневых грибов, таких как мукор, альтернария, пенициллум. Все они в комплексе очень сильно могут влиять на всхожие семян, но особняком здесь стоит именно фузариоз. Когда я делал выборку для вот этого слайда по результатам фитоэкспертизы, обратил внимание на такую деталь. Если по остальным фитопатогенам может зараженность семян очень сильно разниться по годам, например, по плесневым грибам она может в районе от 5 до 30% прыгать, то по фузариозам стабильность просто поражает. Если посмотреть, то в общем составе зараженных семян, пораженные фузариозом составляют примерно 6-7 часть или 15-18% от общего фотокомплекса. Согласитесь, довольно серьезные показатели. И в заключении хотелось высказать мнение, которое, наверное, придерживаются многие специалисты по защите растений. Вообще фитоэкспертиза семян и фитосанитарная диагностика почвы должна стать важным и обязательным анализом при выращивании сельскохозяйственных культур. Информативность, которую дают эти анализы, очень ценна и позволяет правильно выбрать нужную тактику и стратегию защиты семян. Как это правильно сделать с помощью продуктов компании, вам дальше расскажет мой коллега Павел Мигулев. Так, друзья, меня, надеюсь, слышно. Я так понимаю, вопросов пока нет. Есть один вопрос по поводу севооборота сои и айровая пшеница. Какие могут быть риски? Конечно, есть. Господа, пшеница точно так же накапливает, о чем долго останавливался, да, предыдущий спикер в почве и в тот же фузариоз. И виды как раз-таки схожие на пшенице и на сою, поэтому такие иммуно-севообороты, когда либо соя одна, либо соя с зерновыми, будет еще сильнее и сильнее накапливать почвенную инфекцию, с которой, на самом деле, не так-то просто бороться обычными средствами. Я так понимаю, я могу дальше переключать, да, пропустим этот слайд. Еще раз представлюсь, меня зовут Павел Мигулев. Я являюсь на данный момент руководителем Института защиты семян в России. До этого очень много лет и занимался тем, что был техническим экспертом по проводке семян также в России. Очень много времени, кстати, проводил у вас на Алтае и знаком с вашей ситуацией. Если кто не знает, сейчас будем разговаривать про... не про протравители, как всех привыкли, а про продукты для защиты семян. Я прям это всегда подчеркиваю, потому что у всех компаний сейчас у нас протравители, у компании Сингенты у нас продукты для защиты семян, потому что принципиально это две разные вещи, да, как я всегда говорю, семена не нужно травить, особенно сою, семена нужно все-таки защищать. И портфель компании на сою сейчас достаточно широкий. Вы, возможно, слышали всегда такие уже давнишние бренды, да, такой вот так Максим, я думаю, если не на сою, то обязательно где-нибудь в себе обороте вы его применяли. Хотя Максим после... наверное, три года назад занимал процентов 30 площадей, потом, три года назад, да, мы выпустили горох, правильно пишут, три года назад примерно мы получили наконец-таки перерегистрацию Максима Голд на такую культуру, как соя. Это такой давнишний мировой стандарт вообще обработки семян сои, и сейчас Максим Голд занимает больше там 35% всех площадей в стране по сою. Ему выбор предоставляет там больше там, да, каждое третье поле, это что с Максимом Голдом обработано сои. А если взять Максим и Максим Голд, то это примерно 50% всего рынка всех площадей сои обрабатывается именно этими двумя продуктами. Но компания всегда не стоит на месте, восстановятся новые вызовы, да, у нас появляются не только там новые болезни, да, которые негативно сказываются, да, там вспышки и септориоза, и аскохит, и антракноз, то там, то там мы это видим. Резоктония, да, фазариоза еще больше стала в плане корневых гнилей на сои. Не стоим на месте, и кроме этого, да, если мы посмотрим наши зимы, наши весенние температуры, кроме болезни и вредителей, все равно добавились температурные стрессы, да, биотические, то у нас весна очень длинная, растянутая, с низкими температурами. Поэтому такие продукты, как CruiserMax технология, да, способны уже сейчас помогать растению сходить быстрее, помогать растению сходить даже в холодных условиях, защищать от максимального спектра вредителей и болезней. Если вчера у нас был семинар как раз-таки посвященный только Максиму, прошу прощения, CruiserMax, да, можете посмотреть в ближайшее время на YouTube-канале сингента, очень долго там рассказывали. Сегодня я предлагаю поговорить исключительно за Максима Голд, потому что это такая базовая, базовый продукт, очень себя зарекомендовал, и на самом деле и с экономической точки зрения, и с практически достаточно привлекательной, и на самом деле конкурентов ему сейчас нет на рынке. Максим Голд. Первая безопасная защита. Все спрашивают, почему безопасная, и почему первая? Потому что, когда он выходил, да, и в принципе сейчас остается на рынке, то, что все продукты, которые были зарегистрированы, они первая, там, были, скорее всего, из зерновой группы перерегистрированы, да, то есть там продукты, которые используются на пшеницах, там, в ячменях и так далее. И они все содержали триазольные, да, составляющие. Максим Голд у нас исключен, там нет триазола, там другие действующие вещества, которые как раз-таки не оказывают негативного влияния, и поэтому на всходах мы на Максим Голд все, все абсолютно, все замечают разницу, когда появляются здоровые ровные всходы. Что внутри Максима? Это флудиоксанил 25 грамм, мифиноксан 10 грамм, дозировка 1,25, полтора, нормы применения рабочего раствора, да, от 4 до 8, в зависимости от вашей техники и в зависимости от, какие компоненты вы еще туда подливаете. Если у вас обычная ПС, да, забегу вперед, 7-8 литров с головой. Также этот препарат имеет абсолютно уникальную формуляцию, которая называется «безопасная для инокулянтов», да, мы проговорим это чуть позже, и пролонгированный эффект за счет вот этого комбинации действующих веществ против почвенной и семенной инфекции. Если мы возьмем в разрезе, да, спектра болезней, которая передается у нас семенами, да, либо находится в почве, которые, то есть болезни, которые могут проявиться до первой пары, до первого троечества листа, например, там, фузариоз, приснивение семян, да, эпитиум, аскахитоз, циркоспороз, то мы видим, что за счет весовой комбинации вот это контактное действующее вещество флудиоксанил, который, да, не входит внутрь растения, да, не проникает, он, наоборот, диффузируется вокруг всходов, да, и вокруг вот этой корневой зоны и защищает растения на подходах, эпитиум, который начинает очень быстро, мифеноксан, который начинает очень быстро проникать в корневую систему и защищать от таких вот болезней, как питиум, переноспороз, которого достаточно много, питиум, все его не замечают, да, этот патоген, но в плане от него нет симптомов таких примыв, но если мы делаем анализы и посмотрим внимательно на биологию этого патогена, то как раз-таки питиум в условиях, да, западной Сибири, Алтайского края, находится его очень много в почве, и он первый начинает подъедать при, как бы, скажем, заниженных температурах почвы, и первым начинает подъедать корневые волоски, тем самым открывая ворота для всего остального, то есть мы сохранили растения на самом начале от питиума, корневая система с самого детства начинает нормально питаться, корневые волоски все целы, другие патогены к нему не залазят, флодиоксанил все отгоняет, поэтому получается достаточно хорошая комбинация, даже по сравнению с другими. И, ну, чуть более расширенная таблица по эффективности действующих веществ, да, и комбинации препаратов против тех или иных патогенов. Как я сказал, что Максим Голд на данный момент имеет максимальный спектр комбинации как раз-таки контактно-системной, и за счет своих свойств защищает растения как от тех патогенов, которые находятся на семенах, да, флодиоксанил способен очистить его с семян своим контактным действием, так и те патогены, которые находятся в почве, то есть будут заражать корневую систему через подземлю, да, почву, также флодиоксанил и Максим Голд с этим справляется по сравнению с другими. Всеми известны наши любимые препараты, которые там сто лет в обед, там уже, на самом деле, я никогда не видел эффективности против каких-либо заболеваний, поэтому, честно, не советую вам тратить какие-то средства на продукты, которые на самом деле всегда подмешивают компании с другими, да, а эффективность от них, как от дыма, от шампанского, да, пробка вылетела и только остался один запах. Вот о чем мы говорили про, уже про флодиоксанил, да, как он распределяется и мифиноксан, здесь показаны вот эти картинки, где благодаря системно-контактному действию Максим Голд защищает корневую систему, и это позволяет растениям больше на самых ранних этапах да, всходить и развиваться. И вот, наверное, здесь более наглядное я вам возьму рисовать, да, вот, что мы сделали, подсадили, да, вы видите три такие, как бы, чашки Петри, да, которые выделили на конкурентах, и что мы сделали, мы брали в центр чашки Петри, да, подсаживали чистую культуру патогена, которая находится у нас в почве, да, тот же тут, в данном случае, это тут фузариум, да, фузариум, топитиум, да, и резактония, и точно так же во всех остальных, и подкладывали обработанные семена разными препаратами. Мы видим, что как раз-таки на тех же фузариозах, да, Максим Голд останавливает, да, к нему не подходит, не подходит распространение, да, мицелия, гриба к семени, потому что, о чем я говорю, что флодиоксанил способен немного диффузироваться в почве и защищать, вот, скажем так, вот такими вот зонами молодые всходы, молодые растения. Это принципиальный вообще этап защиты, когда продукты не влияют на развитие патогенов, да, и тем самым еще отлично защищают молодые всходы, да, молодые растения под землей на моменте старта. Естественно, есть у нас провал небольшой, да, по резактонии мы видим, но если мы посмотрим на другие продукты, там ситуация еще хуже. Но для резактонии у нас усиляются продукты, да, всегда это тот патоген, который мы видим, что растет по всей территории страны на всех культурах, поэтому и появится и Крузер Макс, да, уже появился, готов к покупке, продаже, да, можете, кто есть интерес, выкупить одну канистру, там, одну коробку и попробовать его, как на ваших полях произойдет этот мигроэффект, и также портфель расширяется, и появятся новые продукты на основе седоксана, нового молекула, которая будет способна закрывать полностью весь спектр, да, включая резактонию. И все фотографии, да, сделаны как раз-таки с вашей зоны, когда многие сои, да, относятся как к культура для севооборота, культура, которая, там, у нас не растет, вы говорили, да, какие-то там еще много-много-много предположений, что семена сои не надо обрабатывать, да, это так все всегда не обрабатывалось, все всходило, но на самом деле нет, вы видите, цена на семенной материал растет, да, если мы особенно его покупаем, плюс все чаще-чаще сталкивается, я думаю, с такой вопросом, выращивать-то можно, да, ну, какая отдача от нее, от этой культуры идет. И соя, исходя из своей, да, природной специфики, это та культура, которая очень завязана на как раз-таки густоте, да, завязана на вырованности всходов, завязана на, скажем так, равномерном развитии поля. Чем лучше эти факторы будут соблюдены, тем больше отдачи, больше урожая можно получить с этой культурой. То есть сеять ее не просто ради, там, сего оборота, а сеять ее с тем расчетом, что эта культура станет приносить все больше и больше денег. Поэтому фундаментом все-таки является начало подготовки семенного материала, да, и обработка его. Здесь представлены, да, как раз-таки на фотографии, как выглядят посевы с, скажем так, пасты, которые посеяли и забыли, просто не обработали и пускай они растут. Вот мы видим, есть много пробелов, да, мы видим, всходы неравномерные достаточно. То есть здесь какие-то части в этих местах, почвенные патогены, либо семенные патогены подъели молодые всходы и получились выпады. И вдалеке, да, мы видим тут такой, скажем так, раздел, здесь был посеян дальше продуктом Maxim Gold, семена были обработаны, были гораздо выровнены и больше растений, больше потенциала на нем сейчас сохранено. Естественно, в течение сезона нельзя забывать и о фунгицидов, инсектицидов на этой культуре, и, скорее всего, и гербицид, никуда от него не денешься. Но базу и фундамент начинать нужно с защиты семян, потому что не будет выровенности и густоты на поле, да, все остальные действия. Это не пшеница, она не распустится, да, соя, поэтому это нужно учитывать. По поводу контроля, да, и там кто-то говорил, что у меня все хорошо с корневыми гнилями. Да, нет, абсолютно, да, мы видим, как выглядят растения, всходы, которые как раз-таки без обработки находятся, да, то есть мы видим, что корневая система практически у них в момент того, как мы пытались выкопать, отвалилась и осталась в почве. Это означает, что она уже практически не работала, да, патогены. Тот же фузариоз находился внутри растения, забил все проводящие сосуды внутри растения, и это сдерживало питание, да, молодых исходов, и мы видим, какое колоссальное развитие, да, отставание в развитии мы наблюдаем. С максимум гол такого не произошло, потому что препарат из семян фузариоз, да, убрал и как раз-таки защитил ее на моменте исхода в корневую систему. Разобрали два действующих вещества, что это у нас значит, а также у нас еще, кроме комбинации ДВ, да, я всегда говорю, что продукт, это не просто ДВ, который там налит и краски, да, это целая система технологий, да, огромное количество времени и сил и денег тратится на разработку в Сингенте, не только там самого действующего вещества, а также что еще будет налито в канистру, да, так называемой формуляции. И вот есть компании, которые заботятся о том, что понимают, да, что они делают, и кроме действующих веществ они понимают, что этот продукт будет использоваться на сои. На сои есть такая технология, как инокулирование семян, да, инокуляция. А будет ли наш продукт безопасен к инокулянтам? Многие этот вопрос себе не задают на стадии производства. Да, Максим Голд, это продукт как раз-таки разработанный для сои. С самого начала, в момент проектирования, да, была выбрана формуляция, были выбраны компоненты, которые будут безопасны к самим инокулянтам. То есть действующие вещества, они работают на грибы, да, на фунги. Это абсолютно другой класс бактерий, это другое сарство даже. Поэтому самые, как бы, не действующие вещества убивают наши бактерии в инокулянтах, а как раз-таки компоненты формуляции, которые могут присутствовать в канистре. Вот, так как раз-таки в Максим Голд подобраны такие компоненты, да, те там растворители, антифризы и прилипатели, и все там их больше 15 штук, которые безопасны к инокулянтам, и это на самом деле меняет полностью подход к выращиванию. То же самое про безопасность, о чем мы говорили с вами. Что как раз-таки есть продукты, да, триозольная вообще составляющая, которые, они системные, да, и мы знаем, что на зерновых это часто проявляется, когда у нас так называемая задержка всходов от применения триозольных продуктов, особенно когда их там дадим с передозировкой. То же самое это чувствуется на соях, только соя гораздо чувствительна к этому эффекту, и если вы применяете продукты, которые зарегистрированы, и на зерновых в том числе, да, у нас половина рынка так зарегистрирована. Посмотрите внимательно, сколько триозола входит в состав. Если один, два, это уже очень критично, и мы можем получить вот такие вот картины, когда соя будет сходить на несколько дней неравномернее, на несколько дней позже, чем, да, даже вариант без обработки. Максимум гол, как я уже неоднократно сегодня повторял, не происходит задержки всходов. Мы всегда получаем именно задержки всходов от химического воздействия, да, препарата. Мы всегда получаем выровненные и здоровые всходы, да, как это выглядит позже. Видим, что продукты, которые задержали на самом раннем этапе деления клеток, да, с помощью обработки семян, также продолжают свое давление, свое влияние на более поздних стадиях, и это видно невыраженным взглядом, что растения на максимум гол выглядят, скажем так, жирнее на данном этапе, да, их площадь листовой поверхности гораздо больше. Соответственно, растения больше впитывают солнечную радиацию и лучше развиваются по сравнению даже с другим продуктом для обработки семян. Вот как это выглядит, да, вроде все цело, все здорово, никаких повреждений корневыми гнелями нет, но разница в развитии очень сильно отличается, что приводит как раз-таки к недобору урожая. Вот, вот теперь поговорим за безопасность к инокулянтам. Да, я сделал предысторию до этого. В 2017 году, в 2016, наверное, институт Визор в России, да, который у нас является официальным, который занимается как раз такими всеми вот этими вопросами, обратился к нам с такой, скажем, по собственной инициативе, говорит, мы слышим, что вы позиционируете, да, вы говорите, Максим Голд безопасен к инокулянту, мы хотим это проверить. И, как говорится, ну, естественно, возьмите, пожалуйста, да, они провели свои исследования, если кто поищет в интернете исследования, вот прям видите, Максим Голд там и так далее, наверное, наткнетесь на эти статьи от Визора, там как раз таки приведено исследование, что были взяты 8 инокулянтов, были взяты необработанные семена, обработанные Максимом Голд, и как раз таки вот сравнение, насколько влияет Максим Голд на развитие инокулянтов, на заселение инокулянтов корневой системы и так далее. Так вот, таки, вывод в конце был однозначный. Применение Максим Голд не влияет на заселение корневой системы бактериями, да, на всех вариантах произошло заселение, на всех инокулянтах, но интенсивность вот именно этого заселения, интенсивность образования клубеньков на корневой системе зависела как раз таки не от продукта, а от самих инокулянтов. Поэтому чем, кажется, качественнее был инокулянт, чем бактерии там были здоровые, тем лучше как раз таки показывало себя это в поле и показывало себя дальше на урожайность, потому что инокулянты, если мы будем останавливаться на инокулянтах, это только мне надо было весь вебинар забирать под инокуляцию сои, поэтому мы пропустим. Но самое главное, что мы должны понять с этого, да, технология инокуляции сои, это в районе, скажем так, тысячи-тысячи двухсот рублей, да, самый дорогий представитель, который у нас есть. Это 1200 рублей, которые обеспечивают нам потребление азотов на уровне, там, 500 килограмма аммиачной селитры. 500 килограмм аммиачной селитры, первое, не скормим чьи не сезона сои, да, а второе, это стоит порядка, там, 7-8 тысяч рублей, то есть тысяча рублей, 8 тысяч рублей, а эффект для сои такой же, да, практически одинаковый. Так вот, да, как развивается корневая система с Максим Голд. И без, да, про Максим Голд мы видим, что есть разница огромная в развитии корневой системы, это говорит как раз таки мы о том, чтобы Максим Голд не задерживал растения в росте, да, клетки нормально разделились, плюс защищало то, что мы в самом начале от патогенов, мы и почвенной семенной инфекции, то есть корневые волоски, корневые отлетления, боковые корни никто с самого детства не подгрызал, и мы видим такое отличие от других, да, конкурентных вариантов развития корневой системы, что обеспечивает, да, более мощное питание растения и, соответственно, более высокий урожай. Технология Формула М, да, о чем кто-то слышал, кто-то ее применяет, да, и кто распознал, да, чем это приносит пользу ему, уже на самом деле не хочет что-то менять. То есть кроме компонентов формуляции, которые безопасны конкурентам, технология Формула М, которая входит, да, уже в состав канистру, которую не надо отдельно покупать, это практически все продукты компании для защиты семян имеют эту формуляцию. Она содержит дополнительные, да, огромное количество компонентов, которые помогают продукты хорошо закреплять на семенах и не осыпаться. Это позволяет как раз-таки снизить уровень пыли, да, вот это, которая при обработке семян, снизить количество слипания и так далее. Если кто-то замечал, да, вот эта пыль, которая при обработке семян, там, красный ангар, где-то на полу, это, вы должны понимать, что это не просто краска. Все это продукт совместно с действующими веществами. То есть чем больше пыли мы видим в момент обработки, тем больше препарата просто улетает в воздух, в ветер и не ложится на семенах и, соответственно, не работает у нас в поле. Поэтому выбирая, да, продукты, не нужно уже в 2020 году смотреть на количество действующих веществ, да, нужно все-таки обращать внимание, какое количество действующих веществ дойдет у нас до поля и закрепится на семенах. Поэтому продукты с формулой М обычно минимум на 15% лучше закрепляют действующие вещества на семенах, не пылят, на это вовлечают условия работы для операторов, сохраняют наши деньги там, где они должны быть, да, они должны быть на семенах и работать в поле. Плюс, как я говорил, можно снижать с максимум голд норму рабочего раствора, то есть количество воды. Здесь представлен как раз-таки максимум голд норма рабочего раствора 8 литров, да, другой продукт с такой же нормой расхода рабочего раствора, да, 8 литров. И еще третий продукт, мы видим, как отличаются семена сои, да, с хотя бы все вроде красные продукты, да, плюс-минус дозировка соблюдена максимально во всех, в каждом из выборных вариантов. Но соя это круглое, да, семя гидрофильное, на нее нанести воду, да, очень сложно, она будет всегда с нее скатываться. Так как раз такие компоненты формуляции, которые входят, да, они должны помогать закреплять продукты, действующие вещества и все, что было вложено в продукт на семенах и не давать слепать, стекаться и так далее. Поэтому если используем максимум голд, на ПСах даже, да, мы смело можем снизить рабочий раствор до 8 литров, то есть там 1,5 литра максимума голд и плюс 6,5 литров воды, да, отличный получается раствор. Если мы используем в одной баковой смеси с максимумом голд, это тоже так можно, и на кулянты, да, я советую еще на литр снизить. Единственное правило при готовлении рабочего раствора с на кулянтами, это мы замешиваем, да, скажем-то, 50% воды, 50% или 100% препарата максимум голд уже в баке протравочной техники. И в отдельном чистом баке мы смешиваем на кулянт с водой либо с экстендером, который идет во многих на кулянтах, ну, то есть дополнительный прилипатель, как его там не называют, экстендер. Примакс. Смешиваем в отдельном чистом баке и на кулянт с этим экстендером либо водой. Как только мы размешали, добавляем его в бак к максимуму голд, который тоже уже размешанный с водой, да, концентрация там не чистый продукт. Доводим до нужного количества воды, до нужного объема, производим размешивание и начинаем обработку. Важно, что нужно обработать такой баковой смесью в одном инокулянте, максим-голд, в одном баке, растворном баке в течение, там, 4 часов. Это нам поможет. Я забежал вперед, вы видели следующие у вас пикеры. Подводя итог. Максим Голд – это продукт двухкомпонентный, содержащий в себе два действующих вещества из разных химических классов, которые не вызывают никакого отрицательного воздействия на фитотоксичности на стадии всходов. Продукт отлично контролирует все основные заболевания, как на семенах, так и в почвенную инфекцию. Продукт можно использовать совместно с инокулянтами. Он имеет специальную формуляцию, которая безопасна к ним. Также имеет свою уникальную технологию формулы М, которая позволяет нанести равномерно, качественно и закрепить надежно на семенах все то, что, как говорится, мы купили. Стоимость продукта, почему-то у нас тут не указана в презентации, обходится в районе 350-400 рублей в зависимости от вашей нормы высева, то есть 120-150 килограмм, разбег цен примерно такой же. Поэтому прибавка урожайности по сравнению с реализовыми продуктами в среднем за многие годы испытания проходили 2,5 центра. Поэтому продукт окупается в 15 раз, и на этом все-таки не стоит экономить. На самом первом этапе развития этой культуры не стоит экономить на защите семян, потому что во всей технологии сои данные продукты занимают 1%, то это хорошо. Все, коллеги, Наталья. Павел, ну, спасибо тебе большое за выступление, но у меня остался к тебе вопрос, если честно. Да. Расскажи, пожалуйста, технологию нанесения протравителя, препарата для защиты семян и инокулянта. Как их можно смешивать? Последовательно можно ли семена хранить? Сколько? Можешь как бы немножко пояснить этот момент, потому что он немножко остался непонятен. Хорошо. Продукты, инокулянты можно обрабатывать в одной баковой смеси. Можно вместе с максимумом голд это делать. Идеально, если вы разнесете, да, отдельно у вас будет наноситься максимум голд, отдельно у вас будет наноситься инокулянт, да. К сожалению, в 99% такой техники в хозяйствах у нас нет. У нас обычные ПСы стоят. Поэтому правила приготовления рабочего раствора инокулянт плюс максимум голд. В баке протравочной машине мы заводим, наливаем максимум голд полную, да, сколько там нужно, да, если бак у нас 100 литров, да, мы наливаем там, мы рассчитываем обработать 10 тонн, пускай так, для счета. Наливаем, то есть там на 10 тонн 15 литров максимум голд и наливаем воды, скажем, 50% от нормы, да, то есть там, чтобы максимум голд размешался с водой, не был такой концентрированный. В другом баке мы приготовляем как раз-таки в чистом, в канистре, в коробке, не знаю, что у вас есть, чистая, просто тара какая-то. Мы смешиваем инокулянт с премаксом, если он есть в составе, да, в поставке, либо с водой. Тоже размешиваем инокулянт. Размешиваем до полного такого, однородного состояния. Потом тару с размешанным инокулянтом мы вносим к Максиму Голд, бак про травочную машину, доливаем еще водой, производим размешивание и начинаем обрабатывать. Период хранения, да, от обработки с инокулянтом до высева. Очень часто это зависит от самого инокулянта, но в среднем, да, что, как говорится, точно порядка 25 дней, 30, все хорошо. Главное соблюдать температуру хранения, это очень важно, и не попадание прямых солнечных лучей. Я говорю за инокулянта. Если температура хранения в борте подпрыгнет, у нас больше там 20-25 градусов, инокулянты начнут умирать и быстро. Поэтому накрывайте, да, даже в местах, когда вы доставляете продукт от цеха, да, ну, от ангара до поля, накрывайте по логами свои там камазы, газоны и так далее. Не оставляйте их на открытом, при севе на открытом солнце, если вы используете инокулянты, я подчеркиваю, потому что бурт будет нагреваться, температура подпрыгнет, и на семенах бактерии начнут умирать. У нас готовятся инокулянты, я же говорю, тут можно долго об этом разговаривать, которые очень устойчивы ко всем факторам, но это история следующего года. Также не добавляйте, пожалуйста, если вы используете инокулянты, никаких микроудобрений, никакого там молибдена в бак протравочной техники. Это сразу, это молибден обладает очень бактериальным действием, да, уже особенно в жидком виде, когда он будет в одном баке протравочной техники, он обязательно убьет. Молибден или там микроудобрения лучше нанесите фолярное, либо там вместе с предпассивным удобрением, если есть такая возможность, на семена, если вы используете инокулянты, ни в коем случае. Хранить обработанные семена без инокулянтов, да, скажем, просто обработали, в этом году у нас остались, без проблем, год хранить, и с продуктом ничего не произойдет. Тут вопрос, контроль самих, самой сои, да, как бы качество семян самой сои, то есть какая была энергия, какая была схожесть, потому что внутри соя мы прекрасно знаем, очень много белка, очень много масла, да, это все идет, окислительные процессы в течение года, поэтому проверяйте регулярно схожесть, если схожесть не падает, ну, то есть не падает, с физиологической точки зрения, там все устраивает, то с продуктом на следующий год то его свойства не поменяются. Спасибо, Павел, большое за такой развернутый ответ, я понимаю, что ты бесконечно можешь говорить о обработке семян, да. Коллеги, если у вас есть еще какие-то вопросы, вы можете задать их в чате, мы их передадим Павлу, я думаю, что Павел с удовольствием на них ответит, и также, конечно, у него очень много информации по различным технологическим решениям с точки зрения протравливания семян, не только соев, в том числе и зерновых, и остальных культур. Поэтому, Павел, мы благодарим тебя за участие, большое спасибо. Спасибо, до свидания. Спасибо. Коллеги, мы переходим к следующей нашей теме, это мы защитили сою, собственно говоря, от болезней на уровне семян, и, конечно же, создали такую хорошую платформу, и теперь мы двигаемся дальше, и, безусловно, всегда стоит вопрос, самый серьезный вопрос, на самом деле, при возделывании сои, это защита культуры от сорняков. И здесь мы сталкиваемся со многими вызовами, со многими проблемами, и вот я хочу передать слово Юле Дунаевой, нашему эксперту, который, в общем-то, расскажет те решения, которые дает компания Сингента сейчас. На самом деле, портфель Сингента очень значимо расширился с точки зрения защиты от сорной растительности, и, соответственно, Юля, в общем-то, расскажет нам об этой информации. Юль, пожалуйста, тебе слово. Так, коллеги, добрый день, меня видно, слышно? Отлично. Добрый день еще раз, рада приветствовать вас на традиционной ежегодной конференции. Мы сегодня говорим о сои, и это вообще особенно радостно, потому что в последнее время выращивание сои в восточной части нашей страны больше связывалось с Дальним Востоком, а сейчас здесь мы обсуждаем насущные проблемы и в том числе гербицидную защиту сои. Я видела вопросы в чате, я буду по ходу по логике представления препаратов отвечать на эти вопросы. Давайте тогда начнем. Что касается сои, в последнее время портфель нашей компании, ассортимент продуктов расширился, появились как новые регистрации, так и новые продукты. И сейчас портфель практически включает в себя препараты для защиты сои на всех этапах развития, начиная с раннего этапа, и здесь у нас представлены наши бренды, в общем-то, известные, я думаю, что все их хорошо знаете уже, это Гизагар Дуал Гарда Голд. Что касается послевсходового сегмента, то здесь у нас появилась новинка, послевсходовый двухкомпонентный селективный гербицид Витблок Плюс, который в портфеле нашей компании с этого года, с сезона 2021 года, продукт уже доступен, это продукт компании Адама Гру. То, что касается следующего решения в послевсходовом сегменте, то это Физелад Форте, не новинка, но такой бренд, который имеет регистрацию на многих культурах, и в том числе на сои. И для тех, кому важно начать уборку вовремя, возможно, да, заинтересует информация, что реглон Эйр, радисиканты реглон Эйр и реглон Форте также имеют регистрацию на сои, Эйр для авиаприменения, Форте для наземного применения. Что касается наших гербицидов почвенных, Гизагар, Дуал Голд, здесь, конечно, не надо много говорить, потому что продукты уже прочно вошли в технологию возделывания различных культур, а не только сои. И, конечно, такую популярность они завоевали благодаря своему качеству, отличной эффективности, проверенной временем, и тому, что вписываются, в принципе, в любую технологию до всходовой защиты, которая имеется в хозяйстве. То есть данные продукты применяются как в чистом виде, скажем так, так все начиналось, да, когда продукты применялись в чистом виде. Потом в смеси с теми продуктами, решениями, починами, которые есть в хозяйствах, таких тоже у нас примеров очень много. И, конечно же, хорошие результаты показывают в смеси друг с другом. Я более подробно расскажу о нашем, о недавней регистрации, Гарда Голд на сои. Ну, как бы, как... Вначале, да, расскажу о том, что данное технологическое решение, Гизагард с Дуалом Голд тоже показывает хорошие результаты. И, наверное, вот с этого решения и возникло понимание, что насколько будут востребованы на сои продукты, продукты с расширенным спектром действия. То есть в свое время, почему данная смесь завоевала популярность, была известна, потому что присутствует синергизм двух действующих веществ, то есть существенно расширяется спектр активности, высокая селективность по отношению к культуре, к культуре для сои это очень важно, и контроль основных сорняков, начиная с момента прорастания культуры. Мы знаем, что соя действительно... Ей нужна повышенная температура в почве, поэтому медленно прорастает и, соответственно, ко времени появления уже практически засорена сорняками. Конечно, правильная тактика это не в этот момент начать бороться, а начать бороться раньше с сорняками, чтобы к моменту появления всходов соя уже была чистая и не тратила свои силы. Ну вот, собственно говоря, с этими основными задачами и справляются почвенные гербициды, в частности, Гизогар, Дуалголд, и наш следующий продукт Гарда Голд. Несколько слов о том, за счет чего достигается такая эффективность данных продуктов. То есть гербициды почвенной компании Сингент имеют оптимальные физико-химические параметры, такие как растворимость в воде, давление пары, период полураспада. И если больше говорить о том, что это значит в практическом смысле, то все эти моменты, они в практическом применении трансформируются в такие свойства, как стабильное действие данных продуктов и отсутствие, например, вымывания. Не требуется заделка, что очень важно. Как раз вот был вопрос про заделку. Она, конечно, требуется в некоторых случаях, когда там сухо, но в целом данные продукты не летучие. Вот, поэтому, ну, то есть видно вот по давлению пара, например, что не летучие. То есть не так, как в некоторых продуктах. И третий момент – оптимальный период полураспада. То есть он не слишком маленький, да, для того, чтобы действия продукта не хватило, но в то же время и не такой большой, чтобы, например, продукт имел действие на последующие культуры севоборота, как это бывает с некоторыми продуктами. То есть оптимально для того, чтобы защитить сою в раненый, более уязвимый период, так называемый гербокритический период, когда потери от сорняков наиболее существенные, критические, когда их потом очень трудно восполнить. Еще раз отмечу, что селективность очень важна, когда речь идет о сои, о продуктах, о гербицидах соевых. И вот эти действующие вещества, которые входят в состав Дуала Голд и Гизагарда, они при оценке селективности имеют очень большое преимущество. То есть наиболее мягкие данные продукты. Но мы понимаем, что технологии развиваются, идут вперед, и постепенно больше интерес имеют продукты, уже, скажем так, готовые технологические решения, которые не нужно смешивать, которые сами по себе самодостаточны и, соответственно, очень удобны. В 2019 году получил расширение продукта Гарда Голд на сои, и с этого времени он успешно продается на данной культуре. А до этого Гарда Голд имел, то есть раньше Гарда Голд имел регистрацию на подсолнечники и успешно применяется в классических технологиях возделывания подсолнечника. То есть любят его кондитеры очень, например, Юга. Ну, про подсолнечника подробнее Кадлеги расскажет. Буквально несколько слов кондитеры, да, и также и те, кто... Ну, то есть производители масличного подсолнечника. Вот. И с 2019 как раз появилась регистрация на сои. Продукт достаточно хорошо пошел, полюбился, потому что, скажем так, это было одно из первых решений, где содержатся два действующих вещества, друг друга, дополняющих именно по спектру. То есть это контроль однолетних, злаковых и двудольных сорняков. Действующие вещества, да, дополняют действия друг друга и по спектру, и по принципу действия. Вот. Это, конечно же, системный гербицид. Также обеспечивает высокую селективность сои, раннюю защиту, длительный период защиты. На подсолнечнике, например, в этом сезоне в некоторых хозяйствах было достаточно одной обработки гарда голд. Такая ситуация, конечно, не всегда возникает, но когда... Ну, как бы такие случаи тоже бывают. Вот. И что также интересно, что при применении в системе с послевсходовыми гербицидами, а на сои мы понимаем, что зачастую там одной почвы, вообще одной обработкой не обойдешься, ни почвенной, ни послевсходовой. Гарда голд при применении в системе с полярными гербицидами позволяет в дальнейшем сократить норму расходов полярного гербицида, что тоже очень важно, потому что, ну, при применении послевсходовых гербицидов это всегда стресс на сои любых гербицидов, поэтому если ситуация позволит, то есть ситуация позволит, да, сократить норму, то есть сорняков будет меньше, соответственно, для сои это только плюс, который в большей степени позволит реализовать ее потенциал урожайности. Что касается механизма действия гарда голд? Ну, как я уже сказала, два действующих вещества. Одно действующее вещество, то есть металлохлор проникает через проростки сорняков, второе действующее вещество действует через корни, и также второе действующее вещество, это тербутилозин, в некоторых случаях может действовать через листья, и поэтому в некоторых ситуациях, например, гарда голд на кукурузе применяется как ранний послевсходовый гербицид, на сои нет, применяется как классический почвенный гербицид, но вот у второго действующего вещества есть такое интересное свойство. Ну, то есть, обеспечивая вот такую защиту против всего спектра сорно-растительности, в принципе, которая имеется на поле, то есть это злаковые, двудольные сорняки, гарда голд создает надежный почвенный экран и действует достаточно длительно, защищая сои вот в этот наиболее опасный период, это 20-25 дней после всходов. Так... Здесь мы видим, вот, насколько расширяется спектр при сочетании данных действующих веществ, да, то есть вот здесь, какой спектр был при применении, например, предыдущей смеси, более такой старой, да, это дуал с гизогардом, и видим, насколько добавляет эффективности по сорнякам применение тербутилозина, то есть спектр существенно расширяется, и, конечно, это рассматривается как плюс. Данного продукта. Гарда голд на сои, соеводы его применяют в различных территориях России, то есть это, конечно, там, наибольшее применение в центральном Черноземье, где большая соесеющая зона, вот, в принципе, в различных областях центрального Черноземья, также в Краснодарском крае, например, где соя, там, имеют большое значение, большие площади, вот, и, конечно же, восточной части страны. Здесь больше примеров есть с Дальнего Востока, поскольку там уже плотно продукт закрепился, и поэтому продукт, масса хороших примеров, где гарда голд применялся, как бы как в чистом виде, так и, конечно же, в комбинации с послевсходовыми гербицидами. Ну, и то есть это в целом хорошие результаты, чистые поля и, в общем-то, хорошие положительные отзывы данного продукта. И буквально несколько слов о том, что, как бы, тоже может быть удобно, когда продукт имеет регистрацию не на одной культуре, а на нескольких, да, то есть помимо подсолнечника есть еще регистрация на кукурузе, и как раз в 2020 году продукт хорошо себя зарекомендовал на кукурузе. И интересный момент, что применялся не только почвенно, но и ранне-послевсходово. Мы все знаем, да, что на кукурузе такой оптимальный период применения послевсходово-гербицидов 3-6 листьев, вот, а у гарда голда-то есть интересные преимущества как раз вот за тех, из-за тех свойств терботилозина, которые позволяют гарда, да, гарда действовать и как флиарному гербициду, в некоторых случаях, то есть применяют также и ранне-послевсходово, что также позволяет расширить нишу применения продукта, да, то есть не ждать, например, 3-6 листьев, а применить раньше, что также бывает очень востребовано и имеет практическое значение в производстве. И несколько слов как раз по поводу, по поводу, мы там разобрали свойства почвенных гербицидов, то есть, в принципе, был вопрос, нужно или нет заделывать гарда голд, зачастую гарда голд не заделывается, достаточно часто не заделывается. То есть мы знаем, что основные условия хорошего применения почвенников, почвенников, это чтобы почвенный гербицид связался с почвенной влагой, либо, если он там не связался, что в течение определенного времени, ну где-то не более суток, чтобы выпали осадки. В таком случае там заделка не требуется. Но если почвен, там такая засушливые условия, воздушная почвенная засуха, менее 5 миллиметров, то, конечно же, здесь имеет смысл заделать почвенный гербицид, провести заделку неглубокую для того, чтобы гербицид связался с влагой и лучше начал действовать. То есть вот такие правила. И был еще вопрос по поводу гарда голд, по поводу норм расхода. В хозяйстве планируется применить нормы расхода 4,5. Да, действительно, продукт зарегистрирован в диапазоне 3,5-4,5, но, в принципе, если планируется потом фолиарная обработка, то, может быть, и нет смысла применять максимальную дозировку. То есть имеет смысл применить среднюю дозировку, потому что она тоже будет ходовая, ее достаточно, и тогда это с экономической точки зрения будет более оптимально. То есть в наших опытах, я там в дальнейшем еще покажу, гарда голд применялся, часто применяется в норме расхода 3,5 как базовая норма, даже 3, то есть там, где фолиарные гербициды, даже таких норм, в принципе, было достаточно. Ну, как мы понимаем, что почвенный гербицид – это, конечно, важные элементы технологии, такие классические элементы технологии, но все же большее значение имеет применение послевсходовых гербицидов, либо почвенных гербицидов в комбинации с послевсходовыми гербицидами. И для защиты сои в послевсходовый период применяется в сезоне с 2020 года, с 2021 года. У нас появляется в портфеле такой продукт, как Витблок Плюс. Это послевсходовый гербицид комбинированного действия, в котором содержатся два действующих вещества и, соответственно, спектр против злаковых и против двудольных сорняков. И немножечко подробно остановимся на данном продукте, поскольку он новый, я думаю, еще не все, может быть, о нем слышали, не везде появилась информация. То есть в данном продукте содержатся два действующих вещества. Это одно действующее вещество относится к классу имидозаленонов, имазетапир, и это ингибитор ацетолактата АЛС. И второе действующее вещество пропоквизофоб, которое относится к орилокси-фенокси-пропионатам, или, если коротко, то это как бы такой классический граминицид. На рынке Российской Федерации это достаточно, то есть действующие вещества сами по себе не новые, но это новое, интересное сочетание действующих веществ, вот, которое, в принципе, расширяет возможности данного продукта на сои. этот гербицид системного действия, он поглощается корнями и листьями, это одно действующее вещество имазетапир, и второе действующее вещество поглощается преимущественно листьями, то есть это такой, как бы, граминицид. Витблок плюс имеет ряд основных преимуществ, по которым мы сейчас кратко пройдемся, для того, чтобы лучше понять продукт. Конечно же, одно из основных преимуществ это спектр. И, что касается Витблок плюс, то интересно, что продукт сам по себе самодостаточный, то есть осуществляет контроль как двудольных, так и злаковых сорняков. То есть само по себе действующее вещество имазетапир, оно, как бы, кросс-спектр действия, то есть действует и на злаковые, и на двудольные сорняки, но в большей степени на двудольные сорняки. А второе действующее вещество дополняет действие первого действующего вещества по злакам. Что касается спектра по двудольным сорнякам, оно, в принципе, охватывается практически весь спектр основных двудольных сорняков, которые вредят в посевах сои, которые представляют наиболее такое значимое, имеют наиболее большое и важное значение. То есть это марь, которая, к тому же, всходит волнами, щерица, горца различные и так далее. Продукт зарегистрирован в широком диапазоне норм расхода, то есть это 1,2 и 2 литра на гектар. Конечно же, если сорняки оптимальны, мы рекомендуем брать среднюю норму, это где-то 1,6, ну а там уже, конечно, в зависимости от того, какая ситуация на поле, в каком состоянии сорняки, нормы расхода можно корректировать. Ну и то, что касается второго действующего вещества, пропоквизофоб, оно усиливает действие первого действующего вещества по злакам, ну и само по себе, конечно же, оказывает очень существенный эффект в отношении контроля злаковых сорняков. И контролирует такие сорняки, тоже присутствующие в посевах сои, как просы куриные, росичку, щетиньки и так далее. Ну и, кроме того, оказывает угнетающее действие на другие злаковые сорняки. Конечно, тут речь идет в основном против однолетних сорняков. Вот. Несколько слов еще буквально о втором действующем веществе. Оно встречалось, встречается в таком продукте, как шагун, то есть это тоже граминицид. Ну, еще раз подчеркивает то, что в этом продукте интересное сочетание действующих веществ и как бы есть действующее вещество с направленностью, с направленностью контроля специфических, специфично злаковых сорняков. Вторым важным преимуществом является то, что у видблока хорошая формуляция, это микроэмульсия, поскольку мы знаем, что на российском рынке очень много различных сочетаний, да, после всходовых гербицидов, но не всегда работают хорошо, потому что если с формуляцией какие-то проблемы, то действующие вещества оказывают, как бы работают как антагонисты, один тогда компонент работает хорошо, а второй компонент, например, не очень хорошо, и мы не видим его эффекта. Вот. В данном случае формуляция импортная, европейское производство. Кроме того, микроэмульсии вообще отличаются стабильностью. Состав микроэмульсии таков, что там присутствуют обязательно адъюванты для того, чтобы продукт хорошо действовал, и видблоки, тоже встроенная система адъювантов, которая увеличивает эффективность продукта, биологическую эффективность продукта. Кроме того, в микрогранулах находятся действующие вещества, и, соответственно, вот это строение также увеличивает доступность действующих веществ для сорняков, то есть больше действующих веществ попадает на сорняк. Данный продукт применялся и в производстве в течение 2019-го года, 2020-го года, а также в опытах, и, в принципе, в опытах и при производственном применении получены хорошие отзывы, то есть действовал быстро, эффективно и решал свою задачу. Следующее важное преимущество это длительное действие, остаточная активность. Почему это важно? Ну, потому что сорняки сходят волнами, да, и, конечно, если продукт обладает остаточным действием, то есть действует на, имеет эффект на последующие волны сорняков, то, конечно же, это рассматривается как плюс. То есть в данном случае вид блок плюс уничтожает те сорняки, которые уже есть на поле, то есть действует как такой фолиарный гербицид, так, и вот имазитопир имеет почвенное действие, соответственно, действует на последующие волны сорняков такие как послен, например, на падалицу подсолнечника, там будут некоторые фото, где будет это видно, щетинники, ну, и там другие, там, мария, другие важные сорняки. Ну, конечно, следует отметить, что это действие, оно активизируется при наличии почвенной влаги, то есть, конечно, если сушь, то оно будет сложно, сложно проявляться это действие. Вот, ну, например, 2000, условия 2020 года так совпало, что были достаточно влажные, поэтому во многих опытах Витблок проявил и свое такое остаточное, длительное действие. И, конечно же, еще одно, еще один важный плюс, в настоящий момент все, ну, хорошо востребованы продукты универсальные, поэтому вот Витблок плюс в настоящее время имеет регистрацию на основных масочных культурах, это соя, о которой мы сейчас подробно говорим, и также еще подсолнечник, гибриды устойчивые к имидозаленонам. Подсолнечник тоже в производстве применялся, и тоже хорошие отзывы получены, вот. Если рассматривать мировой опыт применения данного продукта, то Витблок плюс зарегистрирован в Индии и имеет большую регистрацию на различных бобовых культурах, то есть в Индии популярны данные культуры, и поэтому в списке регистраций такие культуры, как горох, различные виды горохов, фасоль, арахис. Что касается планов по расширению регистрации в России, то есть планы по ближайшей такая перспектива на горохе, и поэтому, конечно, это не такая быстрая, но тем не менее. Но уже сейчас, то есть это не одна культура, это несколько культур на Витблоке. И еще один важный момент, Витблок плюс имеет широкий диапазон по фазам вынесения на сои, то есть в настоящее время продукт зарегистрирован от фазы всхода до двух троечатых, двух-трех троечатых листьев, то есть это тоже особенность, позволяет продукту широко вписываться в технологии, в различные технологии защиты сои, то есть как в комбинации с почвенным гербицидом, тогда в том случае имеет смысл, наоборот, попозже применить Витблок плюс и в сниженной дозировке, потому что действие там почвенника, ну, действие почвенника будет пролонгировано, и потом, когда появится следующая волна сорняков, провести обработку Витблок плюс в дозировках оптимальных либо ближе к минимальным. Либо, если много таких случаев, когда почвенные гербициды не применяются, тогда, наоборот, имеет смысл применить продукт пораньше, и в таком случае больше вероятно, что проявится как раз такое почвенное, вот это почвенное пролонгированное действие Витблока плюс. Что касается, это касается фаз развития сои, что касается фаз развития сорняков, мы рекомендуем применять при фазах слаковых сорняков 1-3 листа, при фазах двудольных сорняков 2-4 листа. Ну, конечно же, ситуации, ну, и в этом случае брать средние дозировки Витблока где-то там 1,6-1,8 литров на гектар. Но ситуации, понятно, что бывают разные, производство есть производство, поля разные, поэтому в зависимости от того уже, какая конкретная ситуация на поле, необходимо смотреть и принимать решение где-то там увеличить нормы расхода, а где-то наоборот снизить нормы расхода. То есть тут благодаря тому, что нормы расхода такие большие, большая вилка, то есть возможность варьировать с продуктом. Что еще следует сказать? Вот тут тоже был вопрос, ну, правда, был по поводу, Павел на него частично ответил, да, то есть какие, какие, как бы, если, например, соя, да, после сои и пшеницы, есть ли после действия, есть ли какие-то опасности, в данном случае, конечно же, действующее вещество, одно из действующих веществ относится к классу эмидозаленонов, поэтому риск на возделывание последующих культур существует, однако это не касается яровой пшеницы, не касается азимой пшеницы, кукурузы, ячменей, горохов, вот, то есть таких культур не касается, это касается овощных культур, свеклы, рапса возделывают, рапса не ими, то есть в данном случае, да, имеют ограничения, как и у всех эмидозаленон содержащих продуктов, но тем не менее, следует сказать, что если оценивать ряд эмидозаленоновых продуктов, да, какие есть на рынке, то у эмидозаленоновых эмидозаленоновых средний период полураспада, то есть он не такой большой, как у других продуктов, поэтому, конечно, как бы ограничения есть, но зерновые позволяют спокойно возделывать, позволяют спокойно возделывать после элитблока. Ну, это как бы вопрос важный, поэтому тоже необходимо осветить. Что касается опытов, как я уже сказала, продукт применяется и применялся в этом сезоне в различных зонах соя сияющих, здесь несколько примеров с наших полевых городов, мы оценивали действия продукта в чистом виде и при последовательном применении с Гарда Голд. Вот как раз как бы о чем я говорила, здесь применялся Гарда Голд в средних таких дозировках 3,5 литра на гектар и потом проведена была обработка Битблок Плюс нормах расхода ближе к средним, 1,6 литра на гектар. Здесь эффект через 35 дней после применения, очень хороший эффект сохранился до конца уборки, вот это междурядье ближе к уборке, через 75 дней после применения. То есть этот вариант сравнивался данный вариант с отдельным применением Гарда и с отдельным применением Битблока. Это один из самых чистых вариантов. Ну, я думаю, что это тоже ни для кого не секрет, то есть когда когда применили почвенник, да, и почвенник сработал, вот, естественно, от этого варианта самый лучший эффект, потому что соя защищена с самого раннего этапа и, соответственно, максимально полностью реализовал свой потенциал урожайности. Хотя, если рассматривать второй вариант, еще один вариант был, то есть это применение Битблока плюс в чистом виде, 2 литра на гектар, здесь тоже был хороший, встречались отдельные сорняки, вот, но в целом этот вариант тоже был достаточно чистым. И вот ближе, ближе к, и как бы также брался стандарт, то есть это схема, популярная в центральном Черноземье, это бентозон, стипсин, сульфурон, метилом. В данном случае здесь было позасорение, как раз не так проявился почвенный эффект, а в центральном Черноземье в этом сезоне тоже было дождливо в момент применения гербицидов на сои, и, соответственно, как бы почвенные гербициды дали хорошую отдачу, то есть то, что тут не как бы беспочвенный эффект, а вот мы видим как раз междуряди были более засоренные. Вот, и, соответственно, это же сказалось на урожайности, то есть самая высокая урожайность была на варианте с применением Гарда Голд и Светблок Плюс, ну и на втором месте было применение Светблок Плюс в чистом виде. Да, урожайность здесь, конечно, большая, это не то, что средняя урожайность по России, ну, как бы опытные варианты, там, комбайновая уборка была, поэтому, в принципе, тоже такие хорошие показательные результаты. Ну, и то, что отличное применение показывает именно последовательное применение гербицидов в смеси с почвенниками, оно как раз очень активно и показало себя в этом сезоне. И опыты также проводились на другом нашем полевом городе, в центральном Черноземье, в Липецке. здесь бралась схема с беспочвенника, просто оценивалось применение видблока Плюс и брались ближайшие конкуренты. Вот как раз видно через 62 дня после применения достаточно чистые посевы сои на варианте светблок Плюс и, как в данном случае, контроль. Опять же, мы видим, что почвенное действие себя показало, да, и подавлялась падалица классического подсолнечника, который сходит неравномерно и волнами. Вот. Чистые междуряди также были на этом варианте. И сравнивался данный вариант с другой схемой, с применением, здесь была такая намешана тяжелая смесь, это бентазон, тифенсульфурон, и еще сюда намешали граминицид. Вот. Урожайность на этом варианте получилась меньше, потому что, во-первых, соя испытывала стресс от применения такой тяжелой смеси, то есть понятно, что могут быть следующие волны злаков, но, конечно же, и мы тоже рекомендуем применять граминицид отдельно. Вот. В данном случае, ну, как бы это опыт, да, поэтому в опытах могут быть различные схемы. В данном случае, вот, видим, проскочили, то есть данная тяжелая смесь на соине очень лучшим образом повлияла, и, кроме того, проскочила падалица подсолнечника. Ну, опять же, показывает, что важность вот этого почвенного эффекта и остаточного действия продукта. И, как бы, урожайность тоже была максимальной на варианте с видблок плюс, ну, и в меньшей степени на вот этой вот тяжелой трехкомпонентной смеси. Таким образом, вот эти преимущества видблока, то есть это широкий спектр, эффективность, современная формуляция, длительное остаточное действие, высокий, более небольшой список регистраций, широкий интервал по фазам внесения сои говорит о том, что продукт действительно технологичен и должен найти свое место в технологиях выращивания сои. Ну, мы знаем, что сои такая культура интересная, где даже двух обработок бывает недостаточно, да, то есть уже и три обработки это как норма идет, а почему? Потому что выражается сорняками на протяжении всего периода вегетации и часто бывают такие случаи, когда всходят, да, уже всходят уже следующие волны злаковых сорняков. Поэтому здесь, конечно же, не обойтись без граминицида, без фюзелада форта, да, в Сибири вообще без граминицида не обойтись. Ну, я думаю, что этот продукт очень хорошо известен всем, да, потому что он зарегистрирован не только на сои, но и на других культурах, и такую популярность данный продукт завоевал за счет того, что он очень селективен к культуре, да, то есть он совершенно не привязан к фазам развития культуры, подавляет там многолетние злаковые и однолетние злаковые сорняки, имеет очень высокую системность, обладает высокими системными свойствами, то есть уже через некоторое время попадает там в точки роста, в корневище, оттуда распространяется дальше, то есть действительно такой универсальный и надежный бренд. И, конечно же, у нас много очень примеров применения данного продукта на различных культурах, но здесь мы говорим о сои, поэтому немножко больше примеров на сои. Применяется по всей стране, но приведу примеры, опять же, с Дальнего Востока, скажем так, поближе, то есть в крупных хозяйствах горминицид физиотфорта применялся, в частности, например, в Амурской области применялся против овсюга обыкновенного на высоком фоне распространения овсюга обыкновенного эффект проявился уже через 4 дня, то есть когда побурели сорняки, вот, применялся фазу цветения сои, и, соответственно, эффект продолжился и в дальнейшем, то есть соя, скажем так, была очищена от данного сорняка. Еще один пример, опять же, в Амурской области, то есть здесь физиотфорта помог в борьбе с, ну, достаточно злостным сорняком камышом, здесь, конечно, нормы пришлось применить больше, это около 2 литров на гектар, но, как бы, тем не менее, уже через несколько дней наблюдался эффект, то есть камыш побурел и, соответственно, перестал конкурировать за условия с соей. И интересно, что через, там, был обнаружен некроз вот в этой прикорневой зоне, который свидетельствует о высокой подвижности препарата, о том, что действительно у него такие очень стабильные системные свойства, соответственно, начинает работать очень быстро и очень надежно. Еще один пример, конечно же, если я справился с камышом, да, то не проблема и другие однолетние злаковые сорняки, соответственно, вот в данном случае в Ханкайском районе обеспечил контроль против однолетних злаковых сорняков в дозировке 1,25 и в следующем примере применялся в институте в Дальневосточном НИИ в Приморском крае, когда тоже испытывали еще один наш гербицид новый и, соответственно, позже, через 7-10 дней применили физиотфорты для борьбы с однолетними злаковыми тоже отличный эффект в норме расхода 1,5 литра на гектар вот ну и в завершении хотел бы сказать, что в портфеле есть гербициды для борьбы с сорняками на всех этапах развития сои и, соответственно, гербициды компании Сингента находятся на страже защиты сои от сорняков поэтому присмотритесь, пожалуйста, позадавайте вопросы будем рады ответить спасибо Юля, спасибо большое за очень такую подробную информацию за хорошую развернутую презентацию коллеги я еще раз напоминаю что у нас будет запись вебинара и, соответственно, вы можете уже по своему желанию пройти еще раз послушать и, возможно, вы примете решение в сезоне 2021 попробовать те продукты о которых сегодня очень подробно Юля нам рассказала спасибо им большое спасибо Продолжение следует...